и снова друзья приветствую вас на нашем канале вокруг водоемов и так друзья как вы поняли сегодня мы будем не рыбачить а мыть мотыля для рыбалочки потому как уже окунек должен пойти по речке вот и будем мыть мотылька друзья простым способом ведерочка 10 метров веревки насколько она рабочая друзья я не знаю это мы сейчас все узнаем я понимаю что лучше конечно было специальное приспособление сделать для этого ну так как у меня нету возможностей этих деталей так сказать для таких вещей так тем более сколько нам мотыля нужно для рыбалочки коробочек нам с головой на три-четыре рыбалочки будем мыть мотыля мы на речке саксагань забрасываем и смотрим что у нас получится так теперь опускаем пониже веревочку верочка должно сейчас перевернуться и понемногу подтягиваем чтобы она угрузила мулячку и будем понемножко выгребать о начинаю так загребли мулячку тянем тянем хорошо о какие бульбы пошли опля что что мы там нагребли муляки достаточно сейчас будем палочкой калашматить и смотреть что там у нас будет так по идее должен всплывать вот друзья уже одного я вижу мотылька до пальчиками конечно собирать его будет неудобно было бы хорошо каковы-то бушумовочку взять но у меня не было так что друзья что было то и взял вот ну я вижу в тени видите двоих уже в тени вижу в тени так он в тени его много здесь в тени небольшой конечно но есть смотрите ему сколько в тени здесь ухты и мою да друзья чтобы мотылек у вас подольше жил желательно хранить его на слегка влажной тряпочке и в холодильнику на нижней полочке самое главное чтобы тряпочка не было мокрая потому как мотыль большую влажность он не любит и быстро вас пропадет она слегка влажной тряпочки он у вас проживет недели две свободно сильно маленький так ну что давайте забрасываем еще раз так ну смотрите первый заброс у нас что мы уже вытянули ну как говорится первая седа комом забрасываем второй раз он и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сильно мелкий... Смотрите и на палке сколько его... Есть мотылек... Есть... Продолжение следует... Так, ну что, давайте забросим... Правее за камышек... Посмотрим, что вытянем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА хорошенько хапанули тут работенки будет минут на 20 вот уже вижу хорошенький вот жирненький ух смотрите крупнячок какой еще красавчик смотрите какой жирный вот это да не зря под камышек бросили вот еще один всплыл да его тут достаточно еще один всплыл так друзья ну что значит смотрим на данный момент сколько у нас мотылька вот это у нас за два раза так сказать пробных так друзья ну что сейчас я займусь этим ведерочком вот ну и посмотрим сколько с этого ведерочка мы на моем может нам и будет достаточно этого и ведерочка конкретного может за раз и коробочек на моем вот еще один так Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, друзья, коробочек мы намыли. Не полноценный коробок, но все же... Домой приеду, газетку разложу, туда мотылька, чтобы немножко лишнюю влажность убрала с него. Вот, и на влажную тряпочку, в холодильник, и все. Ну что, друзья, сказать... В принципе, я довольный. С одним ведерочком, с веревочкой намыть мотыля, коробочек... Это... это нормально. Так что, друзья, не забывайте лайк под видео, пишите комментарии, возможно, у вас какие-то есть секреты, может, еще что-то попростенькое есть и поэффективнее, чтобы намыть ботылька. Делитесь, не скрывайте. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok